Памятник славы. Мемориальный комплекс на братской могиле воинов советской армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах. Установлен в северном микрорайоне на пересечении Московского проспекта и улицы Хальзунова. В братской могиле воинов схоронено около 10 тысяч человек. Мемориал был открыт 24 января 1967 года. Авторы мемориала – скульптор Ф. К. Сушков и архитектор А. Г. Бузов. Лето 1942 года было худшим временем для города Воронежа за всю историю его существования. Всего за 7 месяцев с июля 1942 по 25 января 1943 года в столице Черноземья было пролито крови больше, чем за 3,5 века до этого апокалипсиса. По приблизительным подсчетам, в Воронежской операции погибло до 400 тысяч советских бойцов, ополченцев и гражданского населения. Здесь, на Воронежской земле, сошлись в ожесточенных схватках 2 миллиона 600 тысяч человек, более 7 тысяч танков и бронемашин, около 2 тысяч самолетов. Ярость боев была неимоверной. Солдаты сражались за каждый дом и улицу, часто жертвуя жизнью ради будущей победы. Именами таких героев названы улицы Воронежа – Колесниченко, Бавкуна, Куколкина, Куцыгина, Феоктистова и других. Героические поступки и имена многих воинов и ополченцев остались неизвестными. Оборону Воронежа с севера и северо-западной части держала 60-я армия генерала Черняховского. На подмогу им 19 июля 1942 года прибыла 303-я стрелковая дивизия, сформированная в Сибири, в городе Кемерово. Телами погибших солдат были усеяны огромные пространства. В условиях ожесточенных боев и непрерывных артабстрелов, бомбежек и атак врага собрать и захоронить тело стало большой проблемой. Немцы избрали для погребений Кольцовский сквер, превратив его в одно большое кладбище с массовыми захоронениями. Погибших советских воинов собирали похоронные команды или их товарищей, хоронили в братских могилах, разбросанных по всему городу. Особенно много таких коллективных захоронений было в местах самых интенсивных боестолкновений. В районах Схи, стадиона Динамо, улицы Ленина, старого аэродрома, ныне улицы Хальзунова, возле Задонского шоссе. После завершения Великой Отечественной войны разбросанные повсюду братские могилы было решено привести в порядок, надлежащим образом оформить, облагородить и сохранить. В братскую могилу у Задонского шоссе были перенесены останки погибших воинов. Был сооружен небольшой мемориальный комплекс, который украшал памятный обелиск с пятиконечной звездой на вершине. Площадь мемориала была опоясана декоративной оградой в виде столбиков с провисающими цепями. Проект обелиска и прилегающего к нему ландшафта выполнил архитектор Н.В. Троицкий, тот самый, который спроектировал здание символ Воронежа, корпус ЮВЖД с башней на проспекте Революции. Естественно, в те трудные послевоенные годы мемориал у Задонского шоссе был весьма скромным и не соответствовал масштабам битвы за Воронеж. Можно сказать, что данный мемориал изначально носил временный характер, и после того, как город наберется сил и средств, воронежцы смогут сделать что-либо более величественное и монументальное. Так и случилось. В 1964 году жители Коментарновского района вступили с инициативой сооружения на данной площади памятника, который был бы лицом города. Поскольку мемориал располагается возле въезда в Воронеж с московского направления, Задонского шоссе, его могли видеть помимо воронежцев и гости города. Это способствовало увековечиванию памяти погибших воинов и говорило бы о благодарности потомков. Городской администрации был объявлен конкурс на лучший проект памятника, отвечавший требованиям эстетики, символики, строгости форм и смыслов. Выбор городскими властями в качестве главного вдохновителя и созидателя скульптора Федора Кузьмича Сушкова вполне очевиден. Сушков родился на Воронежской земле, был фронтовиком и участником боевых действий, так же, как и архитектор Александр Гаврилович Бузов. Имел опыт создания скульптур и памятников. Впоследствии Сушков создаст еще один величественный монумент, памятником защитника Воронежа на площади Победы, выиграв конкурс у столичных скульпторов и архитекторов. Проектирование мемориального комплекса началось в январе 1965 года. Работы по его возведению были завершены через два года. Открытие памятника состоялось 24 января 1967 года, в канун 24-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном открытии памятника присутствовал командующий войсками Воронежского фронта во время Великой Отечественной войны маршал Советского Союза, Ф.И. Голиков. Приехали бывшие командиры полков и соединений, солдаты и ветераны труда, участники битвы за Воронеж. Областная газета «Коммуна» так описывала открывавшийся монумент и церемонию открытия. Созданный руками рабочих и строителей в творческом содружестве с архитектором А.Г. Бузовым и скульптором Ф.К. Сушковым, он словно атлит из могучего сплава горячей любви и памяти людских сердец. Являет собой не только памятник мужества и славы героев, но и символ вечно живой, не затыхающей жизни. В 15 часов дня первый секретарь Коминтерновского райкома КПСС Иван Семенович Измайлов выступил перед собравшимися на торжественно траурный митинг людьми с речью. Затем он сообщил, что на имя председателя Коминтерновского райисполкома поступило письмо трудящихся поселка Соколовского, Бийского района Алтайского края, с просьбой выслать в их адрес горсть священной воронежской земли с братской могилы солдат и офицеров, погибших в боях за город. В письме говорилось, многие воины-сибиряки из нашего рабочего поселка отдали самое дорогое – жизнь за воронеж. Посланная вами земля будет заложена в фундамент памятника обелиска, который будет сооружен в поселке Соколовском в честь героев Великой Отечественной войны. Почетное право наполнить шкатулку священной землей с братской могилы было предоставлено бывшему командиру 849-го стрелкового полка МК Губанову и дочери комиссара воронежского истребительного отряда Даниила Куцихина, героически погибшего при защите города. Объявляется минута молчания, звучит гимн Советского Союза, к подножию памятника монумента возлагаются траурные венки, и словно откуда-то из глубины народных сердец возникает могучая мелодия священной войны, и на ее фоне голос легендарного диктора Левитана, читающего строки Реквиема Роберта Рождественского о том, какой ценой завоевано счастье. В современном мемориальном комплексе памятник славы особое место уделено генералу Лизюкову. Бюст Александра Лизюкова помещен в овальную нишу из полированного гранита. В средней части плиты укреплена объемная бронзовая надпись «Лизюков Александр Ильич», 1900-1942 год. Справа от панели с горельефом расположены вертикальные прямоугольные колонны со звездами верхней части. Семь гранитных колонн указывают на число неизвестных солдат, похороненных вместе с генералом Лизюковым. Внизу к композиции имеется наклонная площадка для возложения цветов и венков. Первоначально в проекте памятника славы мемориала А. Лизюкова не планировалось, поскольку у неизвестной оставалась судьба героя. Молодой генерал-майор Александр Лизюков, которому к моменту фашистской атаки на Воронеж едва исполнилось 42 года, командовал 5-й танковой армией, нанесшей удар по флангу фашистской войсковой группы Вейхс. В тяжелых боях враг был обескровлен и остановлен. Ему не удалось прорваться в северном направлении и вдоль Дона. Здесь же, в боях на северных подступах к Воронежу, погиб генерал Лизюков. В 2008 году поисковое объединение Дон обнаружило на территории села Лебяжья Рамонского района воинское захоронение, которое идентифицировали с могилой Лизюкова. 7 мая 2009 года, накануне Дня Победы, останки генерала торжественно перезахоронили в Воронеже, в братской могиле у памятника Славы. А до этого, в 1974 году, в Коминтерновском районе была образована новая улица, которую назвали именем Лизюкова. Рядом с могилой генерала Лизюкова похоронены бойцы 303-й стрелковой дивизии, в основном выходцы из Сибири, поэтому в память о сибиряках, отдавших жизнь в боях за Воронеж, возле мемориала Славы посажены сибирские кедры, а одна из улиц города носит имя героев сибиряков. 3 сентября 2020 года на братской могиле номер 2, расположенной на памятнике Славы, состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 45 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе мэрии, останки были обнаружены на территории города в результате поисковой экспедиции общественных организаций «Патриот» и «Дон» в 2018-2020 годах. Перезахоронение было решено приурочить к дате 75-летия окончания Второй мировой войны. Священнослужители Воронежской и Лискинской епархии совершили чин погребения, после чего было проведено захоронение и дан залп салюта в честь павших воинов, который сменила минута молчания. Присутствующие также возложили венки и цветы к братской могиле. Не каждый год происходит перезахоронение, но каждый год проводятся мероприятия по поиску и обнаружению останков павших советских воинов, оборонявших Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Не всех, к сожалению, удается опознать. Имена захороненных сегодня трех красноармейцев удалось установить по жетонам, которые вместе с ними были обнаружены при прововведении поисковых работ. Эти фамилии уже нанесены на пилон. Работы по поиску и перезахоронению до сих пор продолжаются, несмотря на то, что прошло уже 75 лет. Родственники одного из трех военнослужащих, личность которых удалось установить, прибыли из Москвы для получения капсулы с жетоном погибшего. Мой родственник Петр Ищук погиб, когда ему было 19 лет. Он прибыл в Воронеж с сибирской дивизии для того, чтобы охранять покой воронежцев. Когда сейчас члены поискового отряда достали останки Петра, они не знали его и не знали о его существовании, но бережно отнеслись к этой памяти. Я вам чрезвычайно благодарна, поделиваясь своими переживаниями, внучатая племянница обнаруженного красноармейца Марина Медведева. Всего в братской могиле номер 2 захоронено более 10 тысяч воинов, павших в боях за Воронеж в годы Великой Отечественной войны.